Друзья, сегодня снимаю полезное видео, потому что я вам расскажу о простых прическах на длинные волосы, которые делают легко и просто. И даже если вы не умеете плести косички, даже если вы плохо орудуете со шпильками, то я вас уверяю, что эти варианты причесок вы выполните на ура, и они действительно, мне кажется, идут вообще любой девушке, потому что в каждой прическе есть свои хитрости. Я тот человек, который совершенно не умеет плести косы, а уж тем более французские косы, но мне очень нравится, как она смотрится на волосах, поэтому я расскажу вам про свой вариант, который делается очень легко и просто. Конечно же, как и всегда, я расчесываю достаточно хорошо свои волосы. Делаю на затылке, оставляя передние пряди примерно по 10 сантиметров, такой хвостик, который я просто закрепляю прозрачной резинкой. У меня достаточно двух оборотов резинки, чтобы волосы держались. Очень важно на этом этапе придать вот этому маленькому хвостику прикорневой объем. Вы можете просто аккуратно вытащить пряди, при этом старайтесь вытаскивать пряди равномерно, чтобы у вас не было петухов у основания нашей косы. Дальше, самый ответственный, наверное, момент, это то, что вам нужно на три равные части волосы разделить и посмотреть так, чтобы ваша бесцветная резинка была закрыта передними прядями, которые вы оставили так, чтобы создавалось впечатление, что это как раз и есть основание французской косы. Дальше, когда вы уже поняли, что ваша бесцветная резинка скрыта, можно плести косу. При этом я достаточно стягиваю косу именно у основания, потом я ее плету уже более свободно. Когда я ее закрепила резинкой, я, конечно, косе придаю объем, просто ее равномерно вот так вот вытягивая. Мне очень нравится, что такая прическа даже приобретает свой шарм, когда у нее начинают выпадать передние пряди. Даже в своем каком-то несовершенстве у нее есть особое очарование. Следующая прическа – это такая вольная вариация на тему всем известного пучка. Для того, чтобы его сделать, я, опять же, хорошо расчесываю волосы, при этом я их немного начесываю с передней части головы, так, чтобы они держали свой объем. Дальше я использую маленький черный краб, кстати, незаменимая вообще вещь для причесок. Разделяю пряди, закрепляю их на затылке этим крабом, при этом, чтобы они держались лучше, я их немного скручиваю. Для хвоста, который мы будем делать дальше, я использую такую черную резинку. Это мой любимый вид вообще резинок для волос. Я делаю хвост достаточно низко, так, чтобы он практически соприкасался с нашим крабиком, и хвост я не заканчиваю. То есть на последнем обороте резинки этот хвостик мы как раз продеваем сквозь волосы. Делать это нужно достаточно аккуратно, так, чтобы хвост прошел, и можете просто регулировать, можете его немного вытащить, так, что у вас объем шишки станет чуть меньше. Этот хвост нужно будет закрутить вокруг резинки, закрепить его шпильками, и дальше мы приступаем к формированию самой шишки. Такая шишка хороша тем, что ее можно формировать достаточно в художественном беспорядке. Она не потеряет от этого своей красоты, как мне кажется, но чтобы она смотрелась более выразительно, я советую вам часть волос приподнимать все-таки ближе к затылку, чтобы шишка не смотрелась с самого начала достаточно грустной и уставшей. Этим принципом я руководствуюсь почти всегда, когда я делаю себе гульки. Гульки или шишки, ну, я привыкла, если честно, называть гульку шишками, поэтому извините меня те, кто привык говорить, что это гулька. В общем, я ее фиксирую шпильками. Чем больше шпилек вы используете, то, конечно же, тем она лучше держится. В конечном итоге у меня получился вот такой вот художественный беспорядок, который мне очень даже нравится. В основании такой прически вы можете смело добавить объем, можете вытащить прядки, просто потянув у основания как раз ваших волос. Как я уже сказала, мне кажется, вот эти прически, они подойдут вообще любому типу лица, потому что их можно модифицировать в зависимости от того, любите ли вы больше объема у корней. Либо наоборот, вам нравится, когда волосы прямо идеально лежат, волосок к волоску. Я вообще отношусь к тому типу людей, которые действительно любят объемные прически. И даже, ну, несмотря на то, что у меня достаточно густые волосы, но все-таки мне, моему типу лица, больше идет тот вид причесок, когда действительно есть объем у корней. К тому же, знаете, я как человек, который достаточно много и активно двигается в течение дня, у меня постоянно как-то выпадают прядки. Я просто поняла, что я не хочу психовать каждый раз, когда, знаете, прическа уже достаточно такая, ну, развалившаяся. Поняла, что в этом есть своя прелесть и не нужно прям, знаете, трястись над каждой прядкой, над каждым выбившимся волоском. Потому что прически красивы, ну, в своей динамике, вот, поэтому я очень даже ценю такие варианты, где, наоборот, можно придумать что-то такое более хаотичное, вытащить прядки, добавить большего объема, вот. Ну, и, конечно, это все зависит от вашего вкуса. Предлагаю вашему вниманию вариацию на тему всем известной мальвинки. Для того, чтобы ее сделать, прочесываю волосы. Использовать я буду свою прозрачную резинку. Передние пряди примерно по 5-7 сантиметров я закрепляю на затылке, при этом хорошо прочесывая волосы, так, чтобы не было петухов. Опять же, на мою густоту мне достаточно двух оборотов резинки, так, чтобы ее потом не трудно было снимать. Я придаю прикорневой объем, аккуратно вытягивая, равномерно, самое главное, вытягивая пряди. Прочесываю хорошо волосы, и я решила все-таки закрепить вот эту прозрачную, не такую уж красивую резинку. Я надела вот такую красивую резинку, достаточно объемную. За счет того, что у нас в основании лежит прочная, невидимая резинка, то такая прическа держится очень хорошо. Дальше, чтобы поэкспериментировать с этой мальвинкой, я решила сделать гульку на затылке. И главный ее секрет состоит в том, что я ее как бы заворачиваю внутрь, чтобы она приобрела больший объем. То есть, чтобы она не смотрелась плоской, но чтобы она была в форме вот такой вот красивой розочки, что ли. Она мне напоминает ее. И мне очень нравится, когда тоже у этой прически так небрежно выпадают передние пряди. Дальше, чтобы поэкспериментировать опять же с нашей мальвинкой, я оставшуюся нижнюю часть волос закручиваю и просто обхожу вот таким кругом по нашей вот этой розочке-мальвинке, если я могу ее так назвать. Закрепляю все это шпильками, и у нас получается такая вот гулька в гульке, наверное. И чтобы она лучше держалась, и чтобы у нее был более такой интересный вид, я опять решила надеть на нее сверху вот эту объемную резинку. Я, кстати, совершенно забыла вот про такие резинки, и очень рада, что я вспомнила про них, потому что мне кажется, они добавляют вообще шарму любому образу, и достаточно интересно обыгрывают вообще прически. Эту прическу я просто обожаю, и сделать ее можно буквально за две минуты. Для того, чтобы ее сделать, я использовала уже сделанную мальвинку на затылке, придаю прикорневой объем, и дальше нижнюю часть волос я скручиваю в жгут достаточно плотный. Далее левой рукой я обхватываю волосы и делаю что-то наподобие петли. Дальше я прячу внутрь часть моих волос. Всю эту красоту будет держать мой краб, который я креплю на затылке. И если вы хотите, чтобы прическа дольше продержалась, то советую вам все-таки добавить несколько шпилек и закрепить как раз вот эту верхнюю часть волос, которая будет прилегать непосредственно к вашей макушке. Такую прическу называют вообще французская ракушка, и я ее уже делала в одном из своих видео, но там была другая версия этой прически. Этот же вариант я ценю за то, что его можно так же легко и просто распустить, и не нужно при этом доставать из ваших волос просто тонну шпилек, достаточно лишь вот так просто снять краб. Кстати говоря, не так давно я снимала видео, в котором сравнила прически француженок и прически русских девушек, показала как их выполнять, поэтому я вам оставлю ссылку здесь. Мне кажется, многим будет интересно, если вы уже кликнули на это видео. Следующую прическу я могу действительно назвать прической для ленивых, потому что, чтобы ее сделать, вам всего лишь потребуется хорошенько расчесать волосы, найти заколку наподобие той, что использовала я, и передние пряди начать скручивать равномерно вовнутрь. Старайтесь делать равномерные движения, потому что таким образом прическа получится наиболее симметричной, и не забывайте прочесать хвост, потому что так прическа будет выглядеть, конечно же, красивее и более ухоженнее. Мне кажется, такой вариант даже запросто может подойти для вечера. Вы также можете регулировать прикорневой объем, вытаскивая аккуратно пряди. При этом такая прическа не вызывает никаких дискомфортных ощущений, в отличие от шпилек, которые мы часто используем, которые могут все равно так или иначе давить голове, вызывая дискомфорт. Вот, эта прическа очень удобна и очень комфортна в носке. Вариант низкой гульки, которая обладает, мне кажется, просто каким-то лифтинг-эффектом и делает ваш взгляд таким, знаете, достаточно лисьим, даже без использования стрелок. Чтобы сделать такую прическу, я волосы прочесываю, разделяю их на три равные части, две пряди я перекидываю вперед. На задней части волос я буду делать хвост. Этот хвост я разделяю на две части, из которых я сделаю такой вот жгут, который нужно достаточно сильно затягивать. После того, как я жгут заплела до самого низа, я его закрепляю прозрачной резинкой, делаю достаточно свободный круг вокруг резинки, закрепляю мою гульку шпильками. При этом я ее как бы приподнимаю вверх, чтобы она выглядела более свежой. И оставшиеся передние пряди я прочесываю и делаю такой круг вокруг моей гульки, обматываю их аккуратно, чтобы не было петухов. То же самое я проделываю со второй частью, закрепляю ее шпильками. Дальше очень важный момент, который заключается в использовании шпильки на передних прядях, которые будут внизу. Я просто их приподнимаю при помощи шпильки и заворачиваю внутрь. Я могу использовать до двух шпилек с одной стороны, так что будет складываться впечатление, что у вас такое красивое плетение о основании. Но на самом деле вы просто так вот по-хитрому использовали шпильки. Таким образом взгляд будет раскрываться, прическа будет, знаете, такой более подтянутой. И мне кажется, такой вариант гульки низкой будет идти почти всем. И еще одна вариация гульки, которая заключается в плетении двух боковых кос. Чтобы ее сделать, мы используем почти тот же принцип, что вы видели только что. Я волосы разделяю, но при этом я отделяю лишь одну переднюю прядь. Можете выбрать с правой стороны, либо с левой. С задней части волос я буду делать хвост, который я закрепляю на затылке. Из этого хвоста я делаю обычную гульку. Скручиваю ее достаточно плотно, чтобы она лучше держалась. Закрепляю ее шпильками. При этом вы можете смотреть все-таки в зеркало, чтобы лучше понимать, что у вас происходит на затылке. Из передней пряди, которую я разделила на две части, я буду плести косички. Достаточно свободные. Тоже не судите строго мои косицы, потому что они у меня достаточно хромали в этом видео. Но я этого почему-то не заметила. В общем, я плету две косы. Закрепляю их прозрачными резинками. Вытягиваю так, чтобы получился больший объем. И затем я делаю уже знакомый вам круг вокруг моей гульки. При этом сначала я обкручиваю прядь, которая ближе к затылку. Закрепляю ее шпильками. И то же самое проделываю с передней прядью, которая ближе у нас к виску. Таким образом получается вот такое двойное плетение из косы, которая смотрится, мне кажется, очень даже элегантно. Что, друзья, я надеюсь, что вам видео это понравилось. Если это так, то не забывайте его, пожалуйста, поддержать. Мне будет очень приятно. И напишите, какой вариант прически вам понравился больше всего, чтобы вы хотели повторить. Также заглядывайте ко мне в инстаграм, там я показываю Париж, показываю какие-то моменты рабочие, повседневные в своей жизни. И, конечно же, подписывайтесь на канал, я вам буду очень рада. И спасибо, что были со мной, крепко вас обнимаю и до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok